Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице региона прошла всероссийская ярмарка трудоустройства. Турецким курортам самарцы предпочитают туры в Абхазию и отдых на даче. Куда в этом году можно отправиться из областной столицы и по каким ценам? Оказались быстрее всех. Толеттинская команда выиграла первенство России по спидвэю среди юниоров. Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями Российской Академии Наук. Основным вопросом обсуждения стало сотрудничество с Российской Академией Наук в реализации масштабных проектов региона. Определяющим фактором в этой работе является научная школа Самарской области. Как подчеркнул Дмитрий Азаров, наука – это мощный потенциал развития региона, его будущее, которое воплощается в проектах сегодняшнего дня. В частности, губернатор отметил, что успешный опыт Самарского государственного медицинского университета по запуску в промышленное производство инновационной продукции высоко оценен министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который прибыл в наш регион с рабочим визитом. В настоящее время область выходит на новый уровень сотрудничества с инновационными компаниями в сфере медицинских технологий. Это направление также отражено в соглашении, которое Самарская область заключила на площадке Петербургского экономического форума с правительством Москвы. Кроме того, представители Российской академии наук в эти дни примут участие в крупных научно-образовательных мероприятиях на территории области – Международной научно-технической конференции имени Кузнецова о перспективах развития двигателя строения и встрече Ассоциации ректоров медицинских и фармацевтических вузов. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На еженедельном совещании под руководством первого заместителя главы города Владимир Василенко обсуждали оптимизацию решений и ранее выданных технических условий из-за изменения трассировки в профиле метрополитена. Касается это переустройство инженерных коммуникаций. Изначально они находились в технической зоне строительства метрополитена и подлежали выносу. Но одно из принятых решений по основному этапу возведения «Театральной» предполагает, что часть коммуникаций могут остаться на своих местах. Как заверили в региональном управлении капитального строительства, даже при возникновении аварий на сетях, которые останутся на маршруте к «Театральной» рисков для тоннеля метро не возникнет. Откажемся от перекладки участков за Ульяновской, от Ульяновской до Чкалова. Там еще три участка тепловых сетей. В ближайшее время представим график производства работ по перекладке сетей инженерных коммуникаций. Частично будет перекладываться ливневая канализация, водопровод, и еще предстоит частичная перекладка тепловых сетей. Например, работать на ливневке будут от улицы Чкалова до полевой. По теплосетям от Вилоновской до Ульяновской. Говоря о переустройстве теплотрасс, на совещании отметили, что всего таких участков на будущем пути следования вагонов подземки шесть. На одном из них работы по перекладкам теплосетей выполнены. Это район театра оперы и балета. Тем временем в зоне строительства метро в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой готовятся к монтажу второго тоннеля проходчика. На заводе изготовителей комплектуют трансформаторы, которые в дальнейшем обеспечат временное электроснабжение при запуске тоннеля проходческого комплекса. Когда трансформаторы доставят и смонтируют, их эксплуатация станет возможной, но после того, как Ростехнадзор подпишет соответствующую документацию. Поставка элементов и сборка самого тоннеля проходческого комплекса начнется после проведения торгов, определения победителей и заключения с ним контракта. Появление станции театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру региональной столицы, чему уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем с открытием станции подземки жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. Научиться писать резюме, сменить сферу деятельности или найти работу. В Самаре сегодня прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа России. Время возможностей. В рамках работы ярмарки участники смогли пройти профориентацию, поучаствовать в семинарах, мастер-классах, встретиться лицом к лицу с HR-службами работодателей Самарской области. Также была возможность узнать о программах обучения, поддержки при запуске бизнеса. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Более 7 тысяч вакантных мест на 170 предприятиях различных отраслей. Во всех городах и районах Самарской области сегодня прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ее участники прошли профориентацию, встретились с HR-службами работодателей Самарской области, поучаствовали в семинарах, узнали о программах обучения, поддержки при запуске бизнеса. В Самаре вакансии предлагали крупные предприятия, такие как ОДК «Кузнецов», завод приборных подшипников, Самарский металлургический завод, Куйбышевская железная дорога, АО «Салют», аэропорт Курумыч, МПТТУ. Эта стойка привлекла внимание студентки колледжа Виктории Камневой. «Если я поступлю в университет на очное образование, то буду учиться. Если не получится поступить, то придется пойти работать». Ярмарка проходила в рамках партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией». По итогам 2022 года в Самарской области зафиксированы самый низкий процент безработицы или так называемый процент трудоустройства. В Самарской области он 0,52. Это намного ниже, чем по всей Российской Федерации». За несколько лет в рейтинге инвестиционной привлекательности Самарская область поднялась на 56 рейтинговых позиций, показав лучшую динамику в стране. В рейтинге агентства стратегических инициатив регион прочно закрепился в первой десятке. За пять лет было открыто 101 новое производство. Создано более 48 тысяч рабочих мест. Это позволило добиться рекордно низкого уровня безработицы. «На сегодняшний день уже очень низкий уровень безработицы в Самаре, Самарской области. Но благодаря данному мероприятию, я думаю, еще он снизится. Здесь и крупные заводы, и аэропорт, и различные другие, более мелкие. Поэтому любой уровень возраста, и молодежь, и взрослые смогут найти себе работу». «Те предприятия, которые сегодня представлены, говорят о том, что у них есть вакансии, у них есть возможность трудоустроить и уже сегодня дать, ну скажем так, возможность задуматься, куда прийти соискателю и где найти себя». «На территории Самарской области только за последние пять лет открыто 101 предприятие и обеспечено 48 тысяч рабочих мест. «Самара» является производителем, который может полноценно закрыть все наши потребности». «Большое количество работодателей участвует, большое количество искателей. Как показал предыдущий этап ярмарки «Всероссийское трудоустройство», это действительно очень нужное мероприятие, которое дает позитивный результат». На территории Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова реализуется свыше 250 инвестиционных проектов. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 миллиардов рублей. По итогам 2022 года эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам. Реализуются крупные государственно-частные инфраструктурные проекты, которые позволяют активнее развивать целые отрасли. Оказываются меры поддержки как работникам, так и объектам малого и среднего предпринимательства, крупным предприятиям. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Турция, Египет, Арабские Эмираты. В тройке лидеров по зарубежным направлениям для летнего отдыха у самарцев. Но если спрос на них по сравнению с прошлым годом снижается, то вот на туры в Абхазию заметно растет. Куда в этом году можно отправиться из областной столицы и по каким ценам, узнала Светлана Кудрявцева. Лидером по бронированию на лето у российских туроператоров стала Турция. Доля этого направления в продажах у разных компаний составляет от 35% до 65%. По данным Российского союза туриндустрии, отдых в Турции сейчас обойдется на одного в среднем в 144 тысячи рублей. Цены серьезно выросли, а вот уровень сервиса наоборот снизился. Эксперты объясняют это как проблемами внутри страны, связанными с недавними природными катастрофами, так и внешнеполитической ситуацией. Кроме того, что цена выросла, уровень сервиса упал. В этом году хуже кормят. В этом году меньше персонала обслуживает в отелях высокого уровня. В этом году очень много таких стычек и заворушек, понятно, с недружественными странами, которые там отдыхают. Конечно, турецкие представители пытаются развести эти стороны даже на экскурсиях, как бы там такие и прочие отели определенные, но тем не менее все равно это возникает. Несмотря на это, Турция лидер по спросу среди зарубежных направлений у самарцев. Далее Арабские Эмираты и Египет, куда есть прямые вылеты из Курумыча. Но и тут свои сложности. В этом году появился Египет в летние месяцы, но его проанонсировали, забронировали, потом меняли полетки. Сейчас идут изменения других авиакомпаний, других туроператоров и так далее. То есть проблематичным стало. Ну, плюс еще акулы. В этом году как никогда вырос спрос на туры в Абхазию. Популярны российские черноморские курорты и все направления, куда есть прямые вылеты из Курумыча. В Абхазии построили очень много отелей современных в стиле лофт, с красивым дизайном. Ну, понятно, что вокруг это будет не так, как в Турции, но в рампах отеля еще со своей территории. Но учитывая, что там чистое море, ну, вот как бы пользуются популярно. Ну, и цена, прежде всего, цена. Прямой перелет до Абхазии, до Сочи, там трансфер и чистое море. Сочи, как обычно из Самары. Вот основные. И Калининград в этом году тоже популярный, потому что прямой рейс. В пределах 25 тысяч за человека нормальная цена на неделю в Калининград, прямой вылет. Пользуются популярностью курорты Дагестана. Из экскурсионных направлений вырос спрос на Санкт-Петербург и Москву. Обещали ранее туроператоры Алтай и Камчатку, но в полетной программе таких направлений до сих пор нет. Впрочем, многие самарцы и вовсе не планируют поездки за рубеж и по регионам. Предпочитают отдых на дачах, турбазах, изучать местные достопримечательности. Поездные экскурсии, как правило, прогулки на велосипедах, поездки на местные достопримечательности, как Лысая гора, Барсучья. Ленинградская. Набережная. На даче. У себя на даче только. Муж в городе копает, а я с ребенком развлекаюсь. Два года назад ездили в турцию. Мы этим летом планируем на даче работать. В Самаре? Да. Ну как, в Самарской области. Как сообщили в региональном министерстве туризма, Самарская область вошла в топ-5 самых востребованных городов для сети туров в этом году. Городские туры приобретают все более семейные черты. Среди местных направлений Самара гастрономическая, Самарская лука, Жигулевский заповедник, Жигулевское море и многочисленные музеи, прогулки на теплоходе по Волге и многое другое. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Петр Поломеев. События. В Самарской области с начала весенне-летнего сезона от укусов клещей пострадали 2626 человек. 837 из них – дети. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. На территории региона регулярно проводят обработку парков, скверов, лесных участков, кладбищ, летних оздоровительных учреждений и туристических баз. Ежегодно профилактические прививки получают люди, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием на эндемичных территориях. Это работники лесного хозяйства, нефтяники, геологи-строители. За истекший период 2023 года против клещевого вирусного энцефалита было вакцинировано 12 524 человека. Далее коротко о других событиях этого дня. В предстоящие выходные дни в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. С 23 по 25 июня сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за проведения Грушинского фестиваля. Ограничения коснутся поселка Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции 135-й километр. Объездные пути придется искать с 8.00.29 июня до 8.00.3 июля. Ограничения не будут распространяться на спецтранспорт. К ним относятся машины скорой помощи, полиции и пожарной охраны. Также проезд будет открыт машинам с пропусками, согласованными Главным управлением МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля. В России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. По словам главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России младенческая смертность достигла исторического минимума. Она составляет 4,1 промилле. Мурашко заявил, что такая низкая младенческая смертность – заслуга российских специалистов-медиков, которые оказывают помощь новорожденным детям и их мамам. Также он отметил, что в Министерстве уделяется очень большое внимание детскому здравоохранению, назвав Россию первой страной в мире по количеству взятых специальных тестов у новорожденных. В этом году у каждого младенца берется около 40 тестов на различные патологии. «Быстрее, выше, сильнее» – во всем мире сегодня отмечается Международный Олимпийский день. Как вырасти чемпиона, помочь ребенку стать победителем не только в спорте, но и в других сферах, а также успешно и гармонично развивать детские навыки и таланты с самого рождения, расскажет Галина Топилина. 11-летняя Анисия Низовцева в свободное от учебы время участвует в благотворительных и патриотических акциях, занимается фигурным катанием, вокалом и уже имеет опыт выступления на больших концертных площадках. Известность к ей пришла в 2022 году во время участия в главном вокальном проекте страны. Анисия рассказывает, первые воспоминания из раннего детства связаны с песнями. Родители вовремя подхватили зарождающийся талант и дали старт для его дальнейшего развития. Мне три года, но я пою песни какие-то детские из мультиков. Ну и маме это надоело, она такая, все, я веду тебя на вокал, тогда уж если ты поешь, иди занимайся профессионально. Предлагать, а не настаивать – такой секрет успешного детского развития от мамы Анисии. Она сама должна делать выбор, но он должен быть, да, то есть если это спорт, то выбирай, занимайся, пробуй. Если это какие-то творческие направления, перезанимайся, пробуй. Если это учеба, занимайся. Для многих родителей раннее развитие детей превращается в марафон, в котором надо успеть все. Малышей учат счету, письму, ритмики, логики, игре на музыкальных инструментах, иностранным языкам. Высокую планку задает современный темп жизни. После трех уже поздно, утверждает автор одноименной книги. Он убежден, что малыши до трех лет могут научиться чему угодно. Главное – не опоздать и вовремя ввести новый опыт. Так учить иностранные языки лучше с того времени, когда малыш только учится говорить. А кататься на коньках – с первыми шагами. Эмоциональное, интеллектуальное и физическое воспитание – три кита, на которых держится гармоничное развитие детей в возрасте до семи лет, отмечают психологи. Все, что касается детей до семи лет, физическое развитие напрямую связано с интеллектуальным развитием. То есть, уча ребенка координация езде на велосипеде, нагружая его ручки тем, что он, например, поливает грядочку с бабушкой на даче из лейки своей собственной. Или развивая мелкую моторику тем, что он сажает зернышки тоже вместе с бабушкой или с мамой на подоконнике. Это и есть самое лучшее развитие интеллектуальное. Знаем, что интеллект на кончиках пальцев. Посещение кружков, секций и центров развития тоже идет на пользу. В России по результатам опроса, проведенного в прошлом году, более 60% детей школьного и дошкольного возраста посещают такие учреждения. Занятия в секциях для детей до семи лет должны быть прежде всего игрой, отмечают психологи. Когда начинать, зависит от ребенка. Мирославу мама привела на лед в четыре года. Попытки подружиться с кружками и секциями начались намного раньше. Два года была попытка балета. Попытка была провалена, потому что нужно сосредоточенно делать все. Я хотела сбегать, прыгать, скакать. Не получалось, у нас не случился балет. В три годика пытались самостоятельно, ей было интересно. Все время тащила нас на каток. Но в три года тяжеловато было, потому что кажется, что еще тело не очень воспринимает, они чувствуют. И получалось не очень. Вот решили отложить на год. И сейчас уже совсем другой результат. Первые занятия проходили вместе с мамой за ручку. Но уже с четвертого занятия мира уверенно стала держаться на коньках. На сыгран коньках. Всякие гонки на коньках. В выборе секции психологи советуют останавливаться на тех, где идет гармоничное развитие ребенка, и оно соответствует детским потребностям. Мы рекомендуем выходить на лед не раньше трех с половиной-четырех лет, чтобы детки освоились, уже отпустили родителей, косточки, суставы, должны связочки подкрепнуть, чтобы были какие-то физические нагрузки. Ну и также умственные способности ребятенка, чтобы все-таки было понятие, что это пусть и в игровой форме идет тренировка, но это идет именно тренировка. Развитие ребенка – это ответственность родителей. Ребенок будет проявлять то, чему он научился у них. Главный совет психологов – любить, верить, видеть самое лучшее в своем ребенке, больше хвалить, меньше критиковать, играть с ним и не перегружать занятиями. Галина Топилина, Николай Епифанов, Константин Головин, Петр Поломеев, Игорь Казановский, Николай Сидоров. События. 25 июня легенде советского хоккея Александру Комарову исполнилось бы 100 лет. Коренной москвич был разведчиком в годы Великой Отечественной войны. После окончания боевых действий играл в русский хоккей и удостоился звания чемпион мира. Большую часть жизни он провел в Самаре, где пользовался почетом и уважением. Как вспоминают о нем его близкие друзья и соседи, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Защищал страну от фашистов, служил разведчиком и заставил мир уважать советский хоккей. Легендарный спортсмен Александр Комаров жил в скромной хрущевке на улице Революционной. Человек добрейшей души, рассказывает председатель дома Светлана Андреева. С момента его смерти прошло более 10 лет, однако хоккеиста не перестают вспоминать. 25 июня Александр Комаров отметил бы 100-летний юбилей. Семья у него была так, муж, жена и был сын. Семья была хорошая, вот жила в 58-й квартире в нашем доме. Таких людей надо увековечивать и обязательно вспоминать. Нам, конечно, мы горды, что все-таки нашему дому такая выпала честь. А Светлана Кочергина жила с ним на одном этаже. По-соседски они всегда помогали друг другу и ходили в гости на пироги, вспоминает женщина. Казалось бы, известный человек мог себе позволить многое. Однако у него не было звездной болезни. Наоборот, Комаров стремился быть поближе к людям. Не любил одиночества. Излишняя гордость его не съедала, это точно. То есть это был человек совершенно скромный. Я тогда уделялась, думаю, боже мой, чемпион мира. Живет так скромно, непрезентабельно, ничего не просит. Такая врожденная скромность у человека была. Александр Комаров родился в Москве в 1923 году. Любовь к спорту ему начал прививать старший брат, с которым они вместе играли в хоккей с мячом на стадионе. У юного спортсмена неплохо получалось. Со временем постоянная практика начала давать результат. Однако Великая Отечественная война поменяла все планы. В 1941-м его призвали на трудовой фронт. И только спустя 8 лет Комарова пригласил в ЦДК тренера Анатолий Тарасов. Переживший войну форвард, быстро завоевал доверие и авторитет. Хоккеист, человек команды, выступал за спортивной клуб армии ЦСКА, нападающей. И провел в первенстве СССР ни много ни мало, 170 игр, которые забил в 101 гол. Пиком карьеры Комарова стала победа на первом в истории сборной СССР чемпионате мира. На турнир, который проходил в Стокгольме, советская команда отправлялась без большой надежды на успех. Однако удача улыбнулась спортсменам. Легенда, действительно, пионеры самарского хоккея впервые приехали на чемпионат мира, не имея международного опыта таких игр. И, честно, никто не ожидал, что они станут чемпионом мира. Обыграли все команды, со шведами сыграли не ничью. А в финале обыграли канадцев со счетом 7-2 или 7-3. Я, честно, не помню счет точно. Но это была мировая сенсация. На родине чемпионов мира встречали как героев. Спорт для Комарова стал действительно судьбоносным. Ведь именно на работе Александр встретил свою любовь. Хоккей, баскетбол, ручной мяч. Много было команд и женских, и мужских. И он нашел себе половину. Антонину. Она в воротах в гонболе стояла. И все, и у них так завязалось все. После смерти супруги здоровье Александра Комарова сильно подорвалось. Он пережил два инсульта. Забывшим хоккеистам требовался ежедневный уход. Заслуженному ветерану помогали друзья и знакомые, навещая его каждый день. Из жизни Александр Комаров ушел в возрасте 90 лет. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Историческая память как ресурс патриотического воспитания. Самарский дворец ветеранов и актив Союза женщин Самарской области провели акцию, посвященную ратному подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны. С подробностями наши корреспонденты. Они заменили мужчин на заводах и в полях, сражались плечом к плечу на фронте, растили детей. Неоценимый вклад женщин в победу в годы Великой Отечественной войны обсудили в Самаре. Акцию приурочили к Дню памяти и скорби. В ней приняли участие представительницы областного союза женщин, Самарского дворца ветеранов и других государственных и общественных организаций. Участницы акции почтили память погибших в тылу и на фронте минутой молчания и возложили цветы к вечному огню в Парке Победы. В годы Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Куйбышевской области ушли на фронт. Среди них были тысячи женщин, но также тысячи женщин и детей вносили свой вклад на предприятие. Осваивали такие профессии, где, казалось бы, им не под силу. Но вот это участие их и вклад, который они вносили в победу, конечно же, об этом необходимо помнить. Об этом надо рассказывать нашему подрастающему поколению. Затем участницы акции провели заседание правления союза женщин Самарской области и обсудили проекты, которые реализуют государственные и общественные организации для сохранения памяти о ратном подвиге женщин в годы войны. Все мы знаем, что молодежь сегодня живет в быстро изменяющемся информационном мире. Им некогда читать книги, им некогда посещать музеи. В большинстве своем действительно вся жизнь сосредоточена в интернете. И задача наша – найти такие пути, такие формы, такие форматы, которые бы способствовали тому, чтобы им хотелось знать историю. Мы будем говорить про такой проект, как «Ветеранская книга рекордов». Это проект Самарского дворца ветеранов. В этом году уже будет десятый выпуск. И большинство материала, конечно, о женщинах. Есть реальная книга, а есть и виртуальная книга на сайте нашего дворца ветеранов. Обсудили также интернет-проект о песнях времен Великой Отечественной войны, проект виртуального музея, где можно узнать о памятниках, доступ к которым сейчас в Самаре невозможен. Также состоялся поэтический марафон, посвященный столетию со дня рождения поэта Рамсула Гамзатова, который неоднократно в своих стихах воспевал «Любовь к родине» и «Любовь к женщине». Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Тольяттинская «Лада» готовится к возвращению в континентальную хоккейную лигу и заключает контракты с игроками, которые имеют опыт игры в элитном российском дивизионе. Об этом и в других спортивных новостях в нашей рубрике. Хоккейный клуб «Лада» продолжает собирать состав, с которым проведет первый сезон в континентальной хоккейной лиге после возвращения в элиту российского хоккея. Контракт с командой перезаключил Евгений Бодров. В минувшем сезоне в ВХЛ он провел за автозаводчан 14 игр, в которых набрал 8 очков. Остальные встречи он пропустил из-за тяжелой травмы. Также к команде присоединился Михаил Фисенко. В прошлом сезоне он защищал цвета магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ опытный форвард провел 557 игр и заработал 138 очков. Дарья Касаткина не смогла преодолеть первый раунд теннисного турнира в Берлине и в парном разряде. Тольяттинская спортсменка в дуэте с Сабиной Лисицкой из Германии уступила Дезерия Кравчик из США и Дэми Схюрс из Нидерландов. 3-6, 4-6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Дарья и Сабина совершили 6 подач на вылет и 3 двойные ошибки. И лишь один раз взяли гейм на подачи соперниц. В Тольятти прошло командное первенство России по спидвейу среди юниоров до 21 года. Победу в турнире одержали гонщики спортивного клуба «Мега Лада». Тольяттинцы по итогу трех этапов набрали 113 очков. Серебряные медали завоевали спортсмены из клуба «Башкирия» из города Октябрьский, бронза у «Турбины» из Балакова. Завершился Кубок Самарской области по серфингу «Жигулевская волна» в дисциплине «Доска с веслом». Соревнования прошли на озере Белое в Красноярском районе. В них приняли участие спортсмены из Самары, Тольятти, Сызрани и Похвестнево, а также атлеты из регионов России. В рамках Кубка впервые были разыграны медали среди юных сапсерферов, которые продемонстрировали потенциал в развитии вида спорта. В категории «Абсолют» победы одержали самарцы. Руслан Гараев у мужчин и Алена Герасимова у женщин. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия тренерами по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В группах активного долголетия представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Информация о бесплатных спортивных мероприятиях, которые проводятся на территории города, размещена на сайте Департамента. В инспекции Федеральной налоговой службы России по Самарской области напоминают. В срок не позднее 25 июня необходимо предоставить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов. Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов. Подробную информацию можно получить на сайте ПНС России. Информация размещена в телеграм-канале Железнодорожного района. Новый облик приобретает сквер Самарец, который находится в границах улиц Победы, Перелков Славный и Штамповщиков, сообщают в телеграм-канале Советского района. Преображение зеленой зоны стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В 2022 году это общественное пространство заняло второе место по итогам рейтингового голосования. За его обновление высказались 25 509 человек. Согласно дизайн-проекту, территорию разделят на прогулочную часть и выставочную. Концепция благоустройства предусматривает оформление локаций в стиле послевоенного времени. К конца 40-х годов прошлого столетия образ ретро-сквера создадут в частности с помощью стилизованных светильников, скамеек на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой. Дизайн-проект «Сквера Самарец» обсуждался с жителями и был ими одобрен. На территории городского округа действует особый противопожарный режим. Напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. Частой причиной лесных и степных пожаров является неосторожное обращение людей с огнем и беспечное отношение человека к природе. В ряде случаев возгорания становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. В настоящее время запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях организаций, при усадебных, садовых и дачных участках, примыкающих к лесным массивам. При обнаружении пожара звоните 01-112. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok